Добби Добби Да, мы же друзья, да? Типа, если у меня будет туса, я приглашу тебя, если у тебя ты меня... Ну да Вот Добби Да? Я устраиваю тусу Что? Да, это как раз второе, что я хотел сказать. Я устраиваю вечеринку. Ты придёшь ко мне? Да Попалась в свою же западню Блин, это кошмар. У меня вечеринка Чувак, я так горжусь тобой. Тебя все считали полным чмо, которому ничего никогда не светит, к тому же с трёхметровой морковкой в заднице Ну, естественно, это чистая тактическая вечеринка. Я устраиваю её только, чтобы добиться секса Это единственная в истории причина для всех устраивать вечеринки, Марк. Плюс это супер для меня. Повод увидеть Еленочку Ты не отказался от Елены? Нет. Она просто притворяется, а я подыгрываю. Это как Снупи в тени против Фонса в холодильнике Привет, это Елена, пожалуйста, остайтесь в сообщении. Привет, Елена, это Джесс. Хочу сказать, что мы с Марком устраиваем тусу в субботу. Я пригласил всех и потом подумал про тебя. Там будут киски из шоу-бизнеса, несколько из кино и СМИ, типа куча классных кисок и рыбок. Киски с членами, киски без членов, мужики с членами. Короче, может, увидимся, а? Или нет? Так что пока-пока-пока. Пока. До встречи. Давай. Отлично. Блин. Что это? Платежи за белого слона? Это от отца Софи. Он судебный пристав. Это договор о содержании ребенка, о посещениях. Боже. Вот это жесть. Вряд ли эти разговоры уместны сегодня. Я просто подпиши эту хрень, я так скажу. Подпиши и забей. Это мой девиз по жизни. Я готов воспользоваться его советом? Ведущий юрист своего поколения? Всего три часа продержаться. Съесть три лазаньи. Нужна еще одна, кстати, куриная. Я видел такие в меню, но только в барах аэропорт. Салют. Какого черта ты тут делаешь? Приклеиваю урны к полу скотчем. Ага, зачем? Защитить ковроли на всякого дерьма. Ты как будто к массовому поносу готовишься. Ну да. Какого черта ты столько жиращий купил? Я же готовлю четыре вида лазаньи. Всем пофиг жрачка на тусовках, Марк. Все хотят нажраться и оттянуться. Оттянуться? Я не хочу, чтобы кто-то оттягивался, Джереми. Там одного слова не хватает. Оттянуться в говно. В общем, у меня нет времени на это. Начинай резать большой салат. Ладно, сейчас займусь салатом. А пока обустрою сральники. Сральники? Таких точек будет семь. Туалет, естественно, главный. В каждую урну я засуну по второму пакету, чтобы можно было блевать. О, боже, попахивает катастрофой. Я хочу вечер приятной музыки и общения, а он, чтобы мы все валялись в трусах, обрыскивая друг друга дерьмо. Только не Софи. У меня не будет ребенка. У меня будет вечеринка. Как думаешь, сколько пуговичек оставить? Одну старомодно, было рвот пске. Две, такая же фигня. Я подумал, может, три? Ну тогда уж, может, четыре? Я решил сделать запасную с курицей. Что скажешь? Пять лазаней, Марк. Лазанья не спасут тебя. По-любому придется с людьми разговаривать. А если это Добби? Не таскай больше моцареллу, ее уже мало осталось. Джерард. Привет, Марк. У него трубка в носу, его круг головы. Только не говори, что я первый. Ты первый. Ты раньше пришел. Я пришел пораньше, чтобы сказать, что вся эта история с Добби. Но между нами все непросто, но спасибо, что пригласил. Нет проблем, старик. Я соперничаю с человеком, который в одном шаге от реанимации. Выпьешь? Не, не, не надо. Уровень кислоты в желудке скачет. Не знаю, заметили ли ты у меня, увидишь. Нет. Она не станет с таким малахольным целоваться. Класс. Я занимаюсь лазаньей, устраивайся тут, сиди, отдыхай. Надо будет пошутить с Добби, что он, как всегда, пришел раньше времени. Круто, что ты его позвал. Подумал, будет некрасиво не позвать, и как человек, для которого важно, как я выгляжу, решил все-таки позвать. Начинается. Поможешь мне? Мне надо, чтобы Джерард был в хлам. Бухло, дурь, что угодно. Но до прихода Добби. На всякий случай. А может, я его кастрировать? Классика. Привет. Ты принес змею? Ага. О, господи, надо же приперся со змеей. Надо какую-то фишечку добавить, чтобы внимание к себе привлечь. Охренеть, змея. Круто. Как это называется? Я не знаю. Какая-то гребаная змеюка на прокат. Она безопасна, Ханс? Да, наверное. Если ее не трогать, и она не тронет. Редниелла? Хорошо. Если так. Ну да, нормально. Я думаю, она молока набухалась. Где все? Где Добби? Блин, наша вечеринка, отстой. Давай сдадимся, объявим перемирие. Пусть все идут по домам. Мы пытались, мы не смогли. Сейчас только 8.45. Думаешь, дело в еде? Всем не нравится еда? Это точно. Надо было больше перца в лазанье бухнуть. Тогда было бы круто. Все шутишь, Джереми, но дело плохо. Плохо дело. Смотри, никто не танцует. Давай сменим музыку. Твоя не сработала. Дай, я поставлю свою. Мать твою, так. Пойду налью выпить. И Джерарду налей побольше. И пританцовывай на ходу. Танцуй. Показывай пример. Надеюсь, вечеринка разгуляется к приходу Добби. Пока, как перед кабинетом дешевого психотерапевта. Привет, Марк. Привет, сестре. Я рада, что пришла. Знаешь, хочется оттянуться до потери сознания, блин. Отлично. Где гадить, видишь? Сначала нужно обсудить эту юридическую туалетную бумагу из шести страниц. Да, родительское соглашение. Спасибо, что заглянула. Может, в понедельник? Я уже звонила Софии, оставила сообщение. Какое сообщение? Что-то на тему ты хочешь трахать моего брата ручкой швабры, а он не любит, чтобы его трахали ручкой швабры. Блин, неудивительно, что она звонит. Никто не может наезжать на Коригану. Больше никогда не допущу такого, как вышла у мамы с папой. Уверенность в бизнесе, уверенность в любви, ты можешь быстрее и счастливее, если... А это не мое. Это скачали в Сантоэкспрессе. Шикарная вещь. Рад спасот в стальных колесах. Привет, Джесс. О, рад тебя видеть. Напомни, я звонил тебе после того, как ты обзвонилась мне после той нашей классной ночи. Ты просто дерьмо. Ты токсикоман, а я позабочусь, чтобы все здесь узнали об этом. Удачи. Черт, все узнаешь, я токсикоман. Боже, Елена. Не думаю, что я собрал снова всех своих тёлок, Марк. Не надо так думать, пожалуйста. Я не думаю, Джесс. Собрал всех своих тёлок, петух. Настоящий курятник. Ну, Джесс, я пришла. Да, а я тут музычку подбираю. Ну, тогда не буду тебе мешать. Да, это правильно. Да ладно, охладись. Ярославлен. Смотрим, кто первый сломается. Ну, что точно не я, дорогушек. Да, конечно, поговорить с чувачком, почему бы не. Может, я тоже перебихнусь с кем-то. Как тебе такое, а? Может, я вот этому задую. Боже мой, а ведь действительно неплохо. Я в центре внимания. Я в центре тусовочной жизни Лондона. Скоро подтянутся Питчес Геллдов и Горби. И лазанья моя на расхват. Как лазанья, дружище? Супер. Спасибо. Сейчас, по-моему, с тунцом едите. Шампусика? Вали. Ты смотри на меня, подтягивай шампус. Да я просто крутейший чел. Удачи всем мужикам. Я сказал, удачи всем мужикам. Чувак, а мы круты. Знаю. А мне по кайфу. И мне. На самом деле не очень, но типа того. Один минус, Добби нет. Если все скиснут до её прихода, то всё было зря. А ты позвони. Пусть задумается. Типа начать говорить, а потом тормознуться, типа... Эй, Хулио, возьми свой кокаин, у меня рот сиськами забит. Точняк. Блин, все прутся от этой лазанни. Кто бы знал, а? Твоим дружкам нравится тунец. Да, но это не мои дружки. Проходимцы? Они что, просто припёрлись и жрут мою лазанью? Чувак, это значит, что у нас круто. Джереми, их не приглашали. Если бы здесь не было никого, кроме их и нас, я бы вызвал полицию. Конечно, ему плевать. Не он же часами на кухне торчал. А ещё не осталось? Закончилось. И, кстати, дружище, а тебя кто пригласил сюда? Эм, Майк. Ясно. Майк, а какую бутылку ты принёс? Можешь свою показать? Слышь, друг, с нами не будет проблем. Вы должны уйти. Нельзя так просто прийти сюда, есть мою еду, пить мой алкоголь и пытаться переспать с моими женщинами. Моими женщинами? Мы будем хорошими мальчиками, обещаю. Извиняюсь, друзья. Я хотел бы сделать объявление. Эти двое джентльменов здесь без приглашения. Буду очень признателен, если никто не будет с ними разговаривать до конца вечера. Это зона отчуждения вокруг них. Санитарный кордон. Спасибо. Ты посмотри на него. Офигеть. У меня с собой змея. Это всё равно, что кривой член или огромная колбасня. Офигеть. Извини, мне нужно пройти. Так, получи, Елена. Можем немного поговорить? О чём? Просто хотел сказать, извини за то, как я себя вёл. Это всё потому, что я не мог справиться со своими чувствами. Ну, ты понимаешь меня, да? Попробуй что-нибудь другое, Джереми. Это не прокатит. Серьёзно, Сара. Она же Сара, да? Ты просто обалденная. Ну да. Очень яркая, красивая, привлекательная и очень сексуальная. Не трогай то, что тебе не по силам, Джереми. 30-0. Во флитовом теннисе. Марк, там что-то не так в туалете. Такой вид, как будто стала свидетелем воинского преступления. Обалдеть. Походу, кто-то нагадил в главном сортире. Ох ты мой. Наверное, один из твоих дружков. Ты и разбирайся. Твои дружки не гадят, что ли? Не на вечеринках. Кто приходит на вечеринку и так гадит? Разберись, Джереми. Он должен быть здесь, виновник. Если гляну на каждого своим лучшим взглядом Петтингтона, виновник точно проявится. Возможно, он. Выглядит очень расслабленно. Что, избавился от дерьма, сэр, в мою смену? Ты смотри. Дьявол и Ева из змей. Было бы там яблоко, была бы известна сцена. Эй, я хотел какое-нибудь животное попасть с ней, чтобы в тонусе держало. Теперь каждый день у нас битва за выживание дома. Пума не стал заводить, думал про таранту. Но вспомнил про старые добрые времена, дружбу со змеями. Опасный друг. Можешь потрогать его. Если хочешь. Ну, потрогай. Даже не знаю. Давай, потрогай. Потрогай мою змею. Вот она, блин. Вот она. Чё, Джесс? Я тут подумал, а не пойти б тебе нахрен, пока я тебе бутылкой башку не разнёс. Ладно, старик, расслабься. Это просто фаллический символ. Я же не лезу трахаться. Ладно, Ханс, думаю, нам надо поговорить. Вот оно, я должен сказать это. Слушай, я втрескался в тебе по уши. Я люблю тебя и не хочу этого скрывать. Я готов палец тебе откусить, только бы взглянуть на тебя. Я буду твоей собакой. Хочешь, я буду рабом. Сделаю всё, что ты скажешь. Ты понимаешь, я просто... Я просто хочу тебя. До смерти хочу. Ты стал бы моим рабом? Однозначно. Я точно не знаю, что это значит, но... А я думала, ты послал меня. Нет, я пытался играть в дурацкие игры, но не могу. Просто готов вбить твои мозги в свои. Ого, я отбил свою девушку. Отлично. Моя вечеринка, и я играю мисс Маркл. А можно ещё вопрос? Вы пользовались... Эээ... Туалетом? Извините. Вас сегодня неслабо пробило на лазанье. А больше ни на что не пробило? На мощные фекальные подвиги. Я, конечно, был в туалете, но там было чисто как в больнице. Проблемы начались после неё. О, блин, может и правда, она последняя видела жертву живой. Господи, это преступление века. Я взломал код Та Винчи, и он ужасен. Ну, если бы секс был олимпийским спортом, у нас было бы золото. Ты такой дурачок, Джереми. Секс никогда не включат в Олимпиаду из-за Китая. Китай не допустит этого. Гейл. Твою мать, опять она. Она закончила, скоро будет здесь. Лучше не разговаривать друг с другом до конца вечера. Опять буду дураковалясь, как клоун. А знаешь что, Елена, я не собираюсь больше это терпеть. Я люблю тебя, и ты должна выбирать. Что? Хватит, Гейл своё получила. Теперь я хочу быть первым номером. А можете встречаться тайком от меня. Хотя, знаешь, я хочу тебя всю. Честно говоря, огонь уже потух. Она раньше писала мне стихи и пекла хлеб в хлебопечке. И ещё печёт иногда, но типа раз в месяц. И стихи стали короче. Пять-шесть строчек всего. Да она забила на тебя. Может, закончить с ней? Она моя. Может, мы переедем в Россию или куда-нибудь ещё там, откуда она родом. Я знаю, что ты делала прошлым летом. Извини, что? Я знаю. Ты, может, думаешь теперь, что вы с ним отвечаете друг за друга, но это уже не так. Вы теперь как брат и сестра, по-моему. Понимаешь? Марк, ты напился. Несёшь какую-то бредятину. Такая холодная. Она бессердечный суперзлодей. Ага, похоже, Джерард слегка перебрал. Будет ужасно, если Доби будет с ним из жалости. О, Марк! Доби! Не нужно объяснять, где ты болталась всё это время. Давай нальём тебе выпить. Она здесь. Ну и туса в разгаре. Надо следить, чтобы она не наткнулась на Джерарда, или дерьмо. Что, в общем, одно и то же. Гейл, рад, что ты успела. Привет, Джесс. Сейчас ты будешь послан. А выпей пивка. Спасибо. Добро пожаловать в камеру пыток. Привет, малыш. Ага, давай поцелуй на вращение. Привет. О, привет. Ты гадкий мальчишка, но это ничего, я не особо люблю хорошее. Хороших мальчиков. Я бы с удовольствием ещё поболтал, но мне нужно дать этому страдальцу попить чего-нибудь. Чёрт, задержали на работе. Уже сворачиваетесь. Ты шутишь? Всё в самом разгаре. Набираем обороты. Твою мать. Господи, ты смотри, кто к нам пришёл. Наверное, из суда. Прошу прощения. Привет. Заходите, какой сюрприз. Вечеринка? Спасибо за приглашение, Марк. Это скорее посиделки, дружеские, вдруг ставшие компанией и разросшиеся до вечеринки. Я звонила и звонила, папа злился, и вот... Хочу бы оставить все точки над «и», Марк. Но, похоже, сейчас неподходящее время. Так, они появились, да? Ну, отлично. Давайте тогда покончим со всем этим прямо сейчас. Согласен. Кое с чем надо покончить раз и навсегда. Но у меня вечеринка. Обосрали мне всю мою вечеринку. Добби не должна увидеть Джерарда. Он вырубился, избавься от него. Есть, капитан? Пен Арчер никогда не обсуждал детей на своих вечеринках. Или очень редко? Вы оба можете проваливать. Джефф и Ивет из нашего книжного клуба. Что за безумным социальным химиком я стал? Ну, конечно. Зачитать книгу у тебя времени нет? Типа слишком скучная? А с Джеффом лапаться время нашла. Интеллектуалка Ивет. Надеюсь, ты видел глубинную бомбу, которую я сбросил у тебя в сортире. Это тебе на память. О, блин, какой поворот. Конечно, это был дворецкий. Извини меня, Сюзи. В общем так, мы не подпишем ни одной страницы этого юридического бреда без обсуждения прав посещения. Это, возможно, слишком жестко сказано. Как часто ты хотел бы приходить, Марк? Суббота, воскресенье, четверг. Три дня? Не, не, подожди, я собирался учить итальянский по четвергам. Отлично, теперь четверги его не устраивают. Какие дни тебе нужны, Марк? Не знаю, Пасха и Рождество. Что это? Салатная миска? Ладно, неплохое место для змеи. Еще одно важное обстоятельство. Софи, нездоровая мать. Что это еще за бред? Что, извини, мне об этом... Ты что делаешь? Это предмет торга, чтобы получить четверги и среды для встреч. Но я не хочу четверги, я хочу парла итальяну по четвергам. Реши уже, Марк. Отличная вечеринка. Как они не вовремя. Ну, прекрасно. Издевательство над рептилией. Кому-то приходит полиция, а ко мне нагрянет фонд защиты дикой природы. Будет теперь знать, как писать стихи по четыре строчки. Смотри, конюня распустила. Есть и другой выход из этой ситуации для всех нас. Если он поступит порядочно. Порядочно? У вас еще сохранились чувства. Я мог бы обеспечить тебе довольно комфортную жизнь. Дам тебе работу. Непыльную работу. Будешь получать 40 тысяч. Жить в бабушкином коттедже с женой и ребенком. Ваш клиент уполномочил вас на это предложение? Думаю, смогу убедить Софи пойти на это. Может, я был бы счастлив, работая в этой его фирме, живя в домике, за городом, с семьей, читая «Санды Таймс». Она ведь такая толстая, что все воскресенье можно уже ни с кем не разговаривать больше. С понедельника по пятницу работаю, выставки недвижимости и красное вино. Если что-то придумать с субботами, может, и ничего будет. Наши условия 50 тысяч и расширение коттеджа. 45 кусков имени Уэлл. Годится. Что? Пожмем руки, Марк? Наштожать ему руку? Джерард, черт возьми, что ты делаешь? Ты в порядке? Что ты тут делаешь? Джереми сказал, мне нужно прилечь. Это он молодец. Давай отвезем тебя домой, и я отвезу тебя. Нет, не отвози его домой. Он в порядке. Немного вздремнул на дискотеке. А теперь снова готов тусить, да, Джерард? Ты можешь сам встать? Наверное, если немного мне поможешь. Господи, боже ты мой. Можешь вызвать такси нам на двоих? Такси на двоих, но... Но ты живешь в Кэтфорде, а Джерард в Бетхэме. Это же разные концы города. Одно такси на двоих безумие. Хочу убедиться, что с ним все в порядке. К тому же ночью мини-кабы... Они все лицензированы, Джерард. Никто не изнасилует Добби, если ты на это намекаешь. Так что давайте закончим с этим бредом. Но было бы веселее ехать домой вместе. Так вот в чем дело. Я не позволю им провести в дороге время лучше, чем мне будет на вечеринке. Алло. Да, две машины, пожалуйста. Мне нужно два такси. Одно в Кэтфорд, и другое совершенно в другую сторону в Бетхэм. Абсолютно в другую. А что такое? Гейл сейчас предложила Елене выйти за нее, как положено, с кольцом, и все такое. Ох ты, господи, хватайся за соломинку. Будет такой неудобняк. Да. Она сказала да. А может, она думает, что по-английски нет, это да? Джереми, обалдеть, да? Точно обалдеть. Боже, она лучшее, что было в моей жизни. Я думала, что теряю ее. Ты не представляешь, как это ужасно. Шампанского. Какого хрена? Упс. Упс. В общем, она дала мне это кольцо. Это было так романтично. Господи, как все странно. Это ничего? Такое чувство, что все правильно? Она такая податливая, как сексуальный робот. Любой может взломать и перепрограммировать. Вот оно, лесбийский поцелуй, и всем пофиг. Где все эти гомофобы, когда они нужны? Блин, какие ж люди подонки. Что празднуем? Гейл и Елена так что помолвились. Если тебе станет легче, Добби и Джерард уезжают вместе. Так, кто спер мою змею? Прокатную. У меня депозит не вернут. Она же была в салатнице. Пусто. Нужно найти его, пока он полусонный. А то придет в себя и разозлится. Прекрасно. По моей квартире ползает змея. Теперь, видно, придется мангуста покупать, чтобы отловил ее. Если твой мангус съест мою змею, подам в суд. Так как мы будем делить квартиру с Джереми и змеей? Но выход-то есть. Бабушкин коттедж. Мини-вэн. Можно собаку завести. Как ее назвать? Ворвик? Кингмейкер? Ламберт? Нет, странно. А бывший министр иностранных дел? Лорд Харрингтон. О, блин, это слишком, слишком. Джесс, мне нужно вштыриться. Вштыриться? Да. Я устроил всю эту тусу и всю ночь ни секунды не расслаблялся. Так что дай, дай я курну. Поджигать там, дышать здесь? А ты наблюдательный. А может он подсядет? Будет тогда и дурь покупать. Ты в порядке? Супер, супер. Меня не вставило. Вообще не вставило. Хотя, по-моему, что-то начинаю чувствовать. Да? По-моему, становится хорошо. Отлично. Мне клево. Я тащусь от своей тусы. Софи, проси, чего хочешь. Я подпишу, чего хочешь. Но я не хочу собаку. Собаку? Какую собаку? Я не хочу Каррингтона. Я хочу Добби. Добби, не уезжай. Останься здесь и выходи за меня. Что? Выходи за меня. Мне весело. Ужасно. Оно ещё там. Где? Где сортир? Сортир? Сортир номер три. Сортир номер три. У меня! Бедняка, даже не буду подкалывать, что он слипался над этой изией. Извините. Извините все. Идём, Джерард. Джерард получил Добби, а я ведро с облёванной змеёй. Заплатишь за химчистку змеи. Не удивлюсь, если змей принимает в химчистку. Такой он, наш мир. О, это катастрофа. Всё, что тебе нужно, это любовь? Да нет, Битлы. Нужен ещё кто-то. С кем ею заниматься? Битлы. Вот чёрт. Привет, Джереми. Ну, супер. Может, послать её? Да, прям сейчас. Вторая час ночи, не худшая вечеринка в моей жизни. Owned Series 6, a peep show on DVD. It's available to pre-order at channel4.com slash shop, along with a complete Series 1 to 6 box set. Next on 4, the IT crowd. Субтитры подогнал «Симон»!